Итак, во время записи приключений дедушки Дона Сезара получилась уникальная ситуация, когда кровавый пират Генри Морган, с которым дедушка Дон Сезара соперничает за звание главного пирата на Карибских островах, прикрыл нашего деда от французского охотника на пиратов. Да-да, Генри Морган прикрыл деда Дона Сезара, вот это у нас дед Дон Сезара, корабль плывет, и кровавый пират Генри Морган прикрыл деда Дона Сезара от французского охотника на пиратов. Но для того, чтобы понять весь драматизм ситуации, давайте посмотрим сюжет целиком. Итак, что же происходит? Это у нас город Флорида Кейс, и задача у нашего деда Дона Сезара, соответственно, помириться с французами. Для этого мы сейчас плывем в аббатство и попросим аббата отправить во Флориду Кейс корабль с эмигрантами. Мы просим отправить аббата во Флориду Кейс корабль с эмигрантами. Конечно же, навстречу выйдут перехватчики голландские, потому что Франц сейчас воюет с Голландией. Наша задача победить голландские встречающие захватчики, чтобы транспорт с эмигрантами дошел во Флориду Кейс, и мы тем самым помирились с французами. Итак, мы атакуем первый голландский брик. Уже идет сороковая минута игры. Я подустал. Голландцы ведут себя крайне агрессивно. Первый голландский брик не идет ко мне на абордаж. Он начинает меня обстреливать. И второй голландский брик, в общем, он начинает меня обстреливать. Достаточно сложная ситуация. Я уже устал просто махать саблей. И поэтому я принимаю решение, так как уже голландские корабли вы видели чуть пораньше, если мы перемотаем, голландские корабли уже напали на транспорт с эмигрантами. И я могу его потерять. Слишком велика вероятность, потому что они уже перестреливаются с транспортом эмигрантами. Мне нужно за этот один бой уничтожить сразу два голландских брига. И поэтому я первым делом принимаю решение атаковать корабль сопровождение. На какой-то корабль сопровождение. Я беру рапиру, потому что действительно уже подустал. Надо побеждать. Голландцы ребята серьезные. Вот смотрите, сейчас я поднимаюсь на лестнице. Мое преимущество как бы огромное. Я делаю удар, но голландец ворачивается. У меня было преимущество, но он ворачивается. И вот только с помощью обманного движения мне удается его победить. То есть голландцы серьезные ребята, потому что у них на кораблях есть достаточно большое количество золота, как мы сейчас увидим. Целых 1300 золотых монет на корабле, просто встречающемся корабле перехватчиков огромный суд. Лично на них 100 монет, 120 монет. А тут в 10 раз больше. Соответственно, корабль в 10 раз сильнее. И так я получаю за тот маневр ядрами в борт. А когда вы получаете ядрами в борт, дух вашей команды резко падает. И поэтому необходима перестрелка с помощью картечи. Я это понимаю. Я стараюсь максимально уменьшить... Максимально уменьшить количество команды на голландском игре в надежде, что они упадут духом и сдадутся. Но за свой выстрел к картечью я получаю выстрел ядрами. Я вижу, что у голландца... Вот сейчас он повернется чуть-чуть. Видите, у него дно такое светлое. Это означает, что у него установлены медные пластины. И здесь это видно. И у него великолепную поворачивость. Я понимаю, что он меня сейчас просто расстреляет ядрами и отправит на дно. Он не собирается шутить со мной. Он не собирается идти на абордаж. Он активно стреляет. 32 человека это вполне достаточно, чтобы меня уничтожить. Поэтому я принимаю решение, что все, хватит шутить. У меня 120 человек, у него 32. По идее, он должен сдаться. Итак, идем и смотрим. Голландцы не сдаются. Капитан выхватывает... Что он выхватывает? Он выхватывает саблю. Встает на защиту своего корабля. То есть, крайне упорные ребята голландцы. Они мне за это нравятся. У них великолепные бои люди. Ну, все-таки преимущество 4 даже в 5 раз. Даже в 5 раз дает о себе знать. Я с легкостью побеждаю по титанам. Получаю награду аж 1400... 400 500 даже можно сказать золотых монет. И вот драматичная ситуация. Оцените. Итак, я только что увидел двух голландцев. Я спас транспорт с иммигрантами, которые идут во французский город. Сейчас чуть вперед промотаем, чтобы были надписи. И что мы видим? И мы видим, что благодарные за это французы высылают против меня французский охотник на пиратов. Целый фрегат. Опять-то говорю, я подустал. Ссориться с французами я не могу. У меня задача с ними помириться. Я не могу атаковать французский охотника на пиратов. У меня два корабля захвачены. Вот эта штука сейчас будет видно, что она с огромной скоростью начинает разламывать мои кораблики. Что делать? И вот он ужасный пират Генри Морган выходит на хвост. Я думаю, все, мне хана. Тут охотник на пиратов. Тут Генри Морган. Сейчас меня просто уничтожит. И поэтому я начинаю уходить на круг. И что же происходит? Генри Морган отсекает меня от французского охотника на пиратов и формально защищает от него. Смотрим дальше. Я иду на круг. Генри Морган нападает на французского охотника на пиратов. Все, французский охотник на пиратов тонет. Генри Морган уходит в ремонт. еще раз покажу потому что все произошло буквально мгновенно сейчас сейчас вот да вот это место и так генри морган выходит у меня с тылу заходит с фланга отсекает французского охотника на пиратов уничтожает его конечно ядрами между делом все я спасен и моя задача благополучно выполнена и так голландцы побеждены корабль с иммигрантами доставлен в город флорида кейс и я разделался с французским охотников на пиратов с помощью защиты от генри моргана я прямо в этот момент я растерялся я подумал ну неужели такое может быть неужели генри морган меня защитил и благодарность как бы просто чтобы посмотреть на него и сообразить что же произошло немного сопровождаю генри моргана вижу что он уходит в порт для ремонта тут же я вижу что с транспорт с новым губернатором идет в флориду кейс и так я победил два галанских брига я доставил транспорт с иммигрантами транспорт с новым губернатором прибыл в город флорида кейс все по идее французы должны быть просто не себя от счастья и дед идет выяснять что же будет а будет вот чего флорида кейс не пускает меня к себе ну на самом деле где тут уже разозлился и просто атаковал город потому что это уже невозможно после такого чуда когда мне защитил пират генри морган вот французов опять-таки наверно поставим этот уникальный кадр вот уникальный кадр вот он уникальный нет это уже он закончился ловим кадр вот он уникальный кадр генри моргана выходит и вот да под защитой генри моргана здесь это была фантастика и конечно же я там разозлился уже стал атаковать город но вот такого я наверное за много часов мне ни разу не случалось что не морга спас пират спасает пират уникальная ситуация ну ладно встретимся в следующих сериях надеюсь у вас тоже на вашем пути встретиться интересные приключения всего доброго большое спасибо что смотрели